Сегодня рынок нянь является как никогда прибыльным. По данным онлайн-сервиса «Помогатель», в последнее время наибольшим спросом стали пользоваться гувернантки для грудных детей, а также специалисты со знанием нескольких иностранных языков. При этом обязательным является и опыт по уходу за детьми, поэтому многие агентства отдают предпочтение женщинам, имеющие собственных детей. О том, как найти хорошую няню, мы спросим у специалиста по подбору персонала Ларисы Негурица. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Лариса Ивановна. Скажите, пожалуйста, а какую няню сегодня родители ищут чаще всего? Современные родители ищут няню, которая бы отвечала им их требованиям, в частности, по развитию собственного ребенка. Причем часто просят действительно, почти из роддома, чуть ли не с пеленок, уже требовать, чтобы няня на уровне определенного возраста могла что-то ребенку дать. Читаем с пеленок программа популярная, очень хорошо, если это няня будут знать. Ну, в общем, требования достаточно серьезные. И просто так вот бабушка, как раньше, присмотреть, это вот эконом-вариант только для тех семей, которые могут себе позволить пойти на работу и оставить под присмотром малыша. Я не требую ничего особо. Чтобы, в общем-то, его не развивали. Так, посидеть, поиграть и уйти. Да, соблюдение режима дня, прогулки и так далее. Вот смотрите, Лариса Ивановна, а имеет ли значение профильное образование бабиситеров? Например, наличие медицинского образования. Ну, профильное образование, оно всегда приветствуется. Медицинское образование в основном требуется для няни, которая идет к ребенку крупного возраста. Там предпочитают медиков до полутора лет, такая няня спокойно справляется. Потом, как правило, меняют на няню с педагогическим образованием, профильным опять же. Если требуется няня к ученику начальной классы, целенаправленно ищут педагога, учителя начальных классов. То есть профильное образование – это большой плюс. Вот мы знаем, что вы также писали книгу о том, как найти няню. Наверняка сможете дать совет родителям, а вот как ту самую няню найти, та ли эта женщина, да? На что, в первую очередь, нужно обращать внимание? В первую очередь, нужно почувствовать, посмотреть, ваша этого няня или не она вам должна понравиться. И ребенку в первую очередь, наверное? Вот маме, а потом ребенку. Иногда ребенок сам няню выбирает, такое часто бывает. Но вот первый раз, бывает, встречаются без ребенка, поэтому няня должна понравиться. Вашим все. Просто приятный человек, в первую очередь. Как она выглядит, насколько комфортно с ней общаться. Смотрит она в глаза, а не смотрит в глаза. То есть, если контакт установился, вы понимаете, что дальше вам общаться с этим человеком комфортно. Тогда уже можно посмотреть, как няня будет контактировать с ребенком и проверить документы. А какие вопросы лучше задать в этом случае, чтобы проверить это все? Обязательно попросить документы, посмотреть образование, трудовую книжку, если есть рекомендации, медицинскую книжку, обязательно. И даже сейчас многие просят справку об отсутствии судимости. Так и что? А почему? Это не лишним, мне кажется. Не лишним, особенно для нянь, которые не работали в наших муниципальных учреждениях. Алиса Ивановна, а есть ли у вас база таких работников? База есть во всех агентствах города Тюмени. Сколько сейчас насчитывается эта база у вас на Тюмени? Если агентство давно уже работает на рынке труда, найти хорошую няню не доставит большого труда. Единственная сложность на сегодняшний момент с нянями-гуверненными, гувернантками. А вот смотрите, сейчас в общеобразовательных, как школьных, так и дошкольных учреждениях, подняли заработную плату. И действительно ли много нянь, которые занимаются вот таким частным бизнесом? Вот можно сказать, что есть какая-то тенденция, что люди из частного бизнеса уходят куда-то в муниципальные садики. По заработной плате. Вот есть окладная система, когда няня платит определенную сумму в месяц. Няня эконом-класса, это типа бабушки, да, присмотр обычный. 20 тысяч, не меньше, в месяц. Дальше уже 25-30. Это няня уже, как правило, с опытом работы, многие спецобразования. Няни с рекомендациями, с проверенными, хорошими спецобразованиями от 30 до 40 обходятся родителям. Если брать по часовку, средний час няни 150 рублей. Это няня-педагог. Гувернантка 200-250. Гувернантка на порядок выше. Она знает развивающие методики разного возраста. Вы помнили, как выбирать няню? Да, вот хорошо, что вы упомянули про резюме, про рекомендательные письма. Это тоже очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.